Мы продолжаем изучать главу Баейшев, все еще находимся в самом начале главы истории Иосифа и его братьев. Сегодня в центре внимания будет развязка, самая первая развязка этой истории, продажа Иосифа. 37 глава, 12 стих. И нашел его некий муж, когда он вздлуждал по полю и спросил его тот человек, чего ты ищешь? И он сказал, я ищу своих братьев, скажи мне, пожалуйста, где они по сути? И сказал тот человек, они ушли отсюда, потому что я слышал, как они говорили, давайте пойдем в Дотан. И пошел Иосиф за своими братьями и нашел их в Дотан. И увидели они его издали, и прежде чем он приблизился к ним, они замыслили против него убить его. И сказали друг другу, вот сновидец подходит, а сейчас давайте убьем его и бросим его в одну из ям, и скажем, что его растерзал хищный зверь. Тогда увидим, что выйдет из его снов. И услышал Рувен, и избавил его от рук их, и сказал, мы не убьем его. И сказал ему Рувен, не проливайте крови, бросьте его в эту яму, которая в пустыне, а руки не налагайте на него, чтобы избавить его от их рук, чтобы взоротить его к отцу его. Вот это от него, который мы сейчас будем изучать, присматривались к нему очень внимательно. Ссора, которая была в доме Якова, была предметом предыдущих уроков, сновидение Иосифа, его поведение по отношению к братьям, обо всем этом мы очень подробно говорим. «Поскольку ссора созрела, то братья стараются отдалиться, и пошли братья его пости овец своего отца Шхен». Как Раши уже замечает, что здесь эти слова, что они пошли пости овец, отмечены надстрочными знаками. Что это означает? Торох дает здесь дополнительную информацию, то есть помимо того, что они пошли пости овец, это вполне естественно, семья этим убьет, скотоводы, они пошли пости самих себя. То есть это был их шаг помимо того, что пости овец отца, они здесь преследовали свои собственные цели, и цель эта была, очевидно, постараться отдалиться от Иосифа, чтобы избежать взрыва, который уже к тому времени назревает. Этим и объясняется, почему они отправляются в Шхен, все-таки от Хевронов, место, в котором они живут, до Шхена, около 80 километров. Это серьезное, довольно серьезное для прохождения такого расстояния со стадами, это дальняя дорога. Но они делают все для того, чтобы идти именно подальше, подальше, подальше от Иосифа. Ну и что же выходит? Яков, естественно, немножко беспокоится за сыновей, потому что в Шхем место-то неспокойное, место очень неприятное. Место, где совсем недавно произошла стычка между его сыновьями и жителями Шхема, которых они попросту выразили за то, что те опозорили их сестру Дину. И сказал Израилю Иосифу, ведь братья твои посол в Шхеме, ты же знаешь, что это опасное место. Ступай, я пошлю тебя к ним. И он сказал ему, я готов. Раши подчеркивают, вот эти слова, я готов, не просто согласие. Готов, выражает смирение и готовность исполнить немедленно. Безусловно, Иосиф поспешил исполнить веление своего отца, хотя он знал, что братья питают к нему ненависть. Иосиф не был таким уж, он совсем не был самовлюблённым молодым человеком, который из влюблённости в самого себя уверен, что все остальные тоже его просто любят до смерти. Он понимал, что есть напряжённые братья питания, он понимал, что она уже выросла до размеров, может быть, даже ненависти. Он понимает, что это совсем-совсем непростое путешествие, и в какой-то степени в нём есть элемент опасности. Вряд ли он представлял себе, насколько опасность велика реально, но то, что он понимал, что есть здесь опасность, безусловно. Вместе с этим, если отец просит, Иосиф не раздумывал, говорит, я готов. Вопрос у нас не по отношению к Иосифу. Иосиф готов выполнять повеление отца, оно и понятно. Но почему отец посылает его на такое опасное дело? А разве отец не видит того, что происходит в доме? Одно из двух. Либо он не понимает, что между братьями есть конфликт, и в результате не видит опасности. То есть проявляет здесь слепоту, что довольно странно. Либо, если он понимает, что опасность есть, если он ощущает, до какой степени раздулся конфликт между братьями, тогда он проявляет неосторожность, что тоже очень странно. Как же это понять? Либо слепота, либо неосторожность? Она же не задает этот вопрос. Посмотрим, может быть, из дальнейших стихов и комментариев мы сумеем ответить на него. Дальше сказано так. И он сказал ему, пойди же, посмотри, все ли благополучно с твоими братьями. И цел ли скот, и принеси мне ответ. Пойди, посмотри, как дела, выясни, и принеси мне ответ. И послал его из долины в Хевронской, и он пришел в Шхем. Один из комментаторов, Орахаин, обратите внимание, что Иаков настаивает на том, чтобы он... Говорит это прямо словами. Пойди же, посмотри, все ли благополучно с твоими братьями. И цел ли скот, и принеси мне ответ. Он настаивает, и принеси мне ответ. Понятно. Если он посылает своего сына для того, чтобы тот выяснил, как там дела, что там с личным, что с братьями, что со скотом. Понятно, он потом придет к отцу и расскажет. Иначе зачем его посылать? Почему он подчеркивает, и принеси мне ответ? Ответ Орахаин такой. Есть у нас правило. Правило, сказанное в Талмуде. Обсуждается оно в трактате Псахин. Шлухей митцва эйнан низуки. То есть человек, который получил какую-то миссию, связанную с исполнением заповедь митцвы. Есть обещание, что по пути, когда он идет исполнять эту митцву, есть его охраняют, есть охрана, и по идее ничего плохого с ним случится. Талмуд обсуждает вот это вот утверждение, это обещание, что те, которые идут исполнять митцву, с ним ничего неплохого не должно случиться. Объясняет это вот в каком контексте. Речь идет там о обязанности проверять хамец. За сутки до Песаха мы обязаны проверить весь дом, ночью, со свечой, выяснить, нет ли где хотя бы крошки хамца. Талмуд говорит там о ситуации, в которой есть какое-то отверстие, которое находится в стене, и стена эта разделяет две квартиры или два дома, еврейский дом и нееврейский дом. Поэтому там разрешено проверить на оскоро, не особо там ходить со свечки, поскольку нееврей может решить, когда он увидит такую страшную картину, поздно ночью, еврей со свечой шарит в каких-то непонятных углах, в каких-то отверстиях. Быть может, здесь что-то, что-то плохо. Может быть, этот еврей колдун, может, он собирается его заколдовать. Еще какая-то, ничего хорошего из таких вещей не может выйти. Спрашивает там Талмуд, погодите, ну, вроде бы мы учили, что шлуха и митсвай нам не зуки, ведь тот, кто исполняет закупить, по идее, с ним ничего плохого не должно случиться, ведь человек здесь не ищет пять копеек, он ищет хамец, это митсвай, искать сейчас хамец для того, чтобы он что-то... Так что же мы опасаемся? По идее, ничего не должно было опасаться. Отвечает там Талмуд, у этого правила есть ограничения. То есть, там, где, в той ситуации, в которой возможный вред, ущерб, опасность, в которой опасность очевидна, то есть, здравый смысл подсказывает, что это опасное место, то там, вот такая ситуация отличается, там у нас нет обещания того, что шлуха и митсва и нам не зуки. Для чего я подробно рассказываю это обсуждение там в Талмуде? Потому что Орахай Макадош говорит так. Отвечая на наш вопрос, а видел ли, а замечал ли Яков опасность, знал ли он, что существует опасность? Ну, в общем, да, он не был слеп, он понимал, что есть напряжение, он понимал, что есть ссора, он понимал, что, скорее всего, братья даже ненавидят Йосефа. И вместе с тем он не боялся его послать, но тогда это не осторожность. Нет. Ведь он здесь полагался на правила шлуха и митсва. То есть, если он, Йосеф, будет исполнять заповедь. Какую заповедь? Нет заповеди просто так ходить в шхем, нет заповеди пасти овец. Да. Но почитание родителей – это, безусловно, заповедь. И если Яков посылает Йосефа для того, чтобы тот, или говорит ему, я тебе наказываю, то есть, даёт ему отцовский наказ, то отныне всё это путешествие становится, входит в рамки шлухот митсва, то есть, это уже путешествие ради исполнения митсвы. И тогда у него есть обещание, что с ним ничего плохого не должно случиться. Более того, он настаивает ещё и на том, ты, пожалуйста, вернись и скажи мне ещё, что нужно, что там происходит, то есть, для того, чтобы он был шлейх митсва и на обратном пути, чтобы с ним ничего плохого не случилось и на обратном пути. Это тоже будет исполнение заповедей, почитание родителей, почитание отца, прийти к нему и рассказать, что там происходит. Вопрос. Два вопроса возникают. Но если Яков положился на это правило, то, наверное, оно должно было сработать, но оно уже не сработало. Яков же попал в руки братьям, и они сначала замыслили его убить, правда, не убили, слава богу, но продали. Продали рабство в Египет. Значит, правило почему-то не сработало, а это почему. Второй вопрос. Ведь мы же сказали выше, что в Талмуде сказано, что там, где опасность, она вполне вероятна, очень вероятна, с некоторой долей очевидности, то там уже такого обещания нет, и там человек должен принимать меры предосторожности, не полагаясь на то, что он исполняет митсу. Как же здесь? А здесь, объясняет Урахаин, поскольку дальше в Талмуде есть спор между мудрецами. И спор идёт именно о том, какова должна быть доля, какова должна быть вероятность опасности для того, чтобы уже знать, что нельзя полагаться на правило, что человек, идущий, исполняет митсу, с ним ничего плохого не случится. Так вот, мнение мудрецов там, что только там, где совершенно, там, где очевидна опасность, там нельзя полагаться на это правило. Поэтому, объясняет Урахаин, конечно, Яков понимал, что есть опасность, безусловно, но он не считал, что она очевидна. Он не мог себе представить, насколько глубока, насколько уже этот конфликт зашёл далеко. Мы знаем, что братья не скрывали своего отношения, они не скрывали свои ненависти, они не пытались изображать большую любовь, вовсе нет. Были достаточно открытыми. Яков видел и понимал, что они ненавидят Йосефа. Но что они настолько ненавидят, что, может быть, даже прийти в голову мысль о том, чтобы избавиться от него, каким-нибудь способом, что, может быть, даже убить или хотя бы даже продать, вот этого он представить себе не мог. Как же мы отвечаем тогда теперь на наш вопрос? Был ли слепный, задали вопрос одно из двух. Либо это слепота, либо неосторожность. Ответ, неосторожности здесь нет, а слепота вроде тоже нет. Точнее, он видит ситуацию, он оценивает её трезво, но не до конца, чуть-чуть недооценивая ту опасность, которая была. Так объясняет Урахаим Акадош. Второй вопрос, который мы задали. А почему тогда это правило не сработало? Ответ Урахаим, что правило говорит, что ничего плохого не случится с Юсефом. Ну, а на самом деле, что с ним случилось? Его продали в Египет. Совершенно верно. А что с ним случилось в Египте? В Египте он превратился в очень скорое время, он сделал головокружительную совершенно карьеру и превратился практически в правительное Египта. Второго человека в колоссальной стране после фараона. правителя колоссальной самой великой империи древнего мира. Так это не значит, что он был здесь незык. Ущерба он от этого не получил. Верно, ему пришлось очень туго в первое время. Да. Но это было как падение для взлёта. Это был его трамплин. Тот, кто находится на трамплине, он достаточно долгое время летит вниз. Летит вниз с большой скоростью. Но потом он взлетает. То же самое здесь. Поэтому правило, оно остаётся правилом. Нельзя сказать, что оно не сработало. Правило имеет в виду, что тот, кто идёт, исполняет заповедь, ему не грозит вред однозначный. Вред, который не закончится потом только пользой. Вред, который не будет являться трамплином для дальнейшего взлёта, для дальнейшей пользы. Это объяснение у Рахаи. А Беталейвей, он отвечает на последний вопрос несколько иначе. Он говорит, что отец дал ему повеление отправиться в Шхем. И тем самым всю дорогу до Шхема он был шлях Митцва, он был посланник, который отправляется исполнять Митцву, выполняет заповедь почитания родителей. И Митцва его хранила, никаких проблем с ним по дороге в Шхем не случилось. Обратно, на пути обратно, Митцва тоже должна была его хранить. Но был один кусочек, который не был включён в Митцву. А именно, отец не сказал ему, что если ты не найдёшь их в Шхеме, отправляйся их искать дальше. С точки зрения повеления отца, в тот момент, когда Иосиф пришёл в Шхем и выяснил, что братьев там нет, он мог бы спокойно развернуться и идти домой и сказать, папа, я пришёл в Шхем, братьев там не был, я не знаю где. С точки зрения вот этого зонтика, той охраны, которая даёт Митцва, у него был этот зонтик до Шхема и назад. Но вот от Шхема в Дотан, вот здесь уже Митцвы никакой не было. Иосиф, быть может, сам этого не понял. Сам он считал, что почитание родителей, почитание отца обязывает его здесь проверить всё до конца и найти братьев, где бы они ни были. И поэтому здесь уже повеление отца идти в Шхем и обратно его более не защищал. Это ответ Бейтерли. После всех этих ответов всё-таки дискомфорт определённый остаётся. Потому что выяснилось, по крайней мере, так, как рисует этого Рахаим, что, с одной стороны, Яаков довольно трезво оценивал ситуацию, это да, но вместе с тем всё-таки не до конца. Но опять же вопрос, а почему не до конца? Казалось бы, человек мудрый должен ситуацию понимать во всех её деталях. А в особенности, что не просто ситуация где-нибудь там на Ближнем Востоке, а ситуация, которая прямо в твоей семье, среди твоих сыновей. Как же так? Почему это так? Пока что посмотрим ещё один стих. И послал его из долины Хевронской, и он пришёл в Шхем. Яаков посылает Йосефа к своим братьям из долины Хевронской. Раши тут же спрашивает, где это, может быть, кто-нибудь нам покажет на карте или как-нибудь, где это такая долина Хевронская? Вот на наших картах нет такой долины Хевронской. На наших картах есть, наоборот, Ар-Хеврон, то есть Хевронская гора. Хеврон действительно находится на высоте. Что же это за долина Хевронская? Есть комментаторы, которые дают объяснение такое. Например, автор комментария Хескуни говорит так. Город Хеврон, конечно же, находится на горе, об этом нет никакого сомнения. Но Яаков не послал его. Это, кстати, на самом деле это неточный перевод. Почти во всех переводах русских написано и послал его, но написано ваишалхеу, есть большая разница между двумя глаголами. Лешлоах – это означает послать. Лешалеах – это означает отпустить. Как, например, в Хумаш-Шмот, Мушей Арон требуют от фараона шалах этами в Яавдуне. Так сказал Бог Израиля. Шалах этами. Не шлах – пошли. Не нужно было посылать еврейский народ никуда. Шалах означает отпусти. То же самое здесь. Яаков отпустил Йосефа. Что имеется в виду, что от города до долины он его провожал, а в долине он с ним распрощался. Поэтому, конечно, город Хеврон не в долине, нет никакого сомнения, он находится на горе. Но Яаков не отпустил его сразу. Он достаточно долго шел с ним вместе, провожал его, проводил его до долины, которая находится под Хевронской горой. И вот уже оттуда, из долины, когда шел его путь по долине до самого Шхема, оттуда Йосеф пошел уже сам. Так объясняет Хескуль. Хорошее объяснение. И все-таки недостаточно. Поэтому Раши приводит здесь объяснение, которое дает Мидраш. Из долины, то есть буквально даже ми эмек Хеврон вейшал хеу, ми эмек Хеврон, буквально это не из долины, а из глубины. Эмек, слово амок, глубокий, из глубины Хевронской, пишет Раши, но ведь Хеврон находится на горе. Как сказано, в Раши не было карт. Раши в подтверждение того, что Хеврон находится на горе, он приводит по суку истории. И под ним речь идет здесь о разведчиках, которые были посланы из Синайской пустыни, того, чтобы осмотреть Расисраэль. Написано, и поднялись они на юге, и дошел до Хеврона. Поднялись в Ялубе-Негеев, и тогда уже Калев дошел до Хеврона, то есть это вот тот самый кряж горный, на котором находится Хеврон. Однако здесь это означает, как понимать, что он его посылает, исходя из глубокого замысла, сообщенного праведнику, погребенному в Хевроне. Байшалхелм и Эмек Хеврон и послал его из глубины Хевронской, имеется в виду, и послал его, исходя из того самого глубокого замысла, который Всевышний сообщил Аврааму. Аврааму, похороненному в Хевроне, отсюда Хеврон, которому воисполнение сказано в Аврааму при заключении союза между половинками, бриббен абитарим. Ибо там, когда Авраам, когда Всевышний заключал с Авраамом союз между половинками, он сказал ему, я до отыдаки, геррия зарахаби, рейсмалаим, ты должен знать, что твое потомство будет пришельцами в чужой земле, и будут их порабощать и угнетать 400 лет, иными словами. При заключении союза, союз состоял в том, что Авраам взял на себя долю быть родоначальником избранного еврейского народа, а Всевышний пообещал ему землю, дать ему Тору и землю Эр-Цесраэль, Эр-Цкнаан тогда, но условием для обладания страной должно было сначала отсидеть энное количество времени в египетском изгнании, рабстве и порабощении. Условие есть условие. Пришло время, вот тот самый, это был глубокий замысел Всевышнего, мы сейчас не будем входить в вопрос, он в свое время обсуждался, когда мы изучали главу Лехлиха, это был тот самый глубокий замысел, по которому перед тем, как получить Тору, и страну Израиль, еврейский народ должен был оказаться в египетском рабстве. Замысел глубокий, не входим в его детали. Но сейчас ту самую программу, тот самый замысел, пришло время его уже реализовать. Семейство. Аврааму было обещано, что он отойдет в мир, в доброй седине, он всего этого не увидит, он не увидит египетского рабства. Но его потомки, да, когда, вот сейчас уже пришло время. Как это понимать? Здесь вот этот вот потрясающий мидраж, который приводит Раши смещает наше внимание, до сих пор внимание было сфокусировано практически уже с начала предыдущей главы, главы Вейшлах. Там, как Раша объясняет, если до сих пор в фокусе рассказа Торы были довольно масштабные картины, то в какой-то момент Тора фокусируется только на семье Якова. Все драмы, все-все происходит внутри этой семьи. А вот, и в принципе мы занимаемся этим и сейчас, с самого начала главы Вейшлах, то же самое. Драма, которая происходит в семье, зависть, конфликт между братьями, ненависть, сны, вещи и сновидения. И вдруг, неожиданно, вот этот вот самый узенький-узенький фокус оказывается на самом деле расширяется. И здесь весь план всей человеческой истории начинает реализоваться здесь, прямо сейчас, через отношения членов семьи Якова. Для человеческой истории необходимо, чтобы еврейский народ, в качестве предисловия, перед получением Торы и освоением мира с Исраэль, чтобы он попал в египетское рабство. Вот сейчас это и происходит. Яков посылает своего сына проведать, как дела у его братьев, что творится с овцовцами и не подозревает, что на самом деле он посылает его в Египет, в египетское рабство, которое, по сути дела, путь в египетское рабство начинается прямо сейчас. Это глубокий замысел. Два, две миссии. Человек думает, Яков думает, что он посылает сына проведать скот, а Всевышний знает. И мы с вами, читая, изучая Торо, тоже понимаем, что он посылает его сына в Египет. А в конечном итоге и он сам, и вся семья, им придется идти вслед за ним в Египет. Наши мудрецы дают тому примеру, притчу. Ведь на самом деле, если Всевышний хотел уже реализовать этот план, по которому семья Якова должна была оказаться в Египте, в принципе, существует очень простой способ это сделать. Например, устроить небольшую египтохетскую войну, скажем, в ходе которой армия хетов вторгнется в Эрес-Исраэль, или наоборот, египтяне вторгнутся в Эрес-Исраэль, что они, кстати, египетские фараоны, мы сегодня это знаем, по их летописям, по записям на стенах храмов, они время от времени, а иногда даже при некоторых фараонах регулярно совершали такие походы, как ныне сбирается вещь Олег, только был там не Олег, а какой-нибудь фараон, тут анахамон или еще какой-нибудь Ранцесс 1, 2, 3 и так далее. Они время от времени совершали такие походы, грабили окрестное население, собирали дань. Это можно было рассматривать как грабеж, либо как собирание дань. В общем, приходили они и в Эрес-Исраэль тоже. Вполне приемлемый сценарий, что в ходе такой экспедиции фараона произойдет стычка с местным населением, часть населения попадет в плен, в том числе семейства Якова, и их привезут уже в готовом виде, как пленников, рабов в Египте. Вот все очень просто. Просто. Но нежелательно. Зачем же таким образом, если можно по-другому? А как по-другому? А по-другому сказать Якову, чтобы подумать, что Яков сам по своей воле отправится в Египет, мы знаем, что за страна Египет. Яков, правда, в ней до этого не был, но воспоминания о том, как пратец Авраам там побывал, воспоминания были еще достаточно яркие. Ничего хорошего в этой стране ждать было нечего. Так как же можно было заманить туда Якова? Наши мудрецы, на что это похоже? Ну, Шойхет, который хочет зарезать корову, но для этого нужно вывести корову из стойла. А она так просто, если пригласить ее на бойню, то корова, безусловно, найдет тысячу причин, по которым ей не следует уходить из своего стойла на бойню. Как же сделать? Тогда Шойхет выводит теленка этой коровы. И корова сама, без понуканий, без принуждений, без побоев, она сама за ним поймёт. Так же сделал и Всевышний. Сначала он взял Йосефа, Йосефа поместил его в Египте. А уж тогда, когда Йосеф отказался в Египте, то уже Яков идёт след за ним сам, по собственному желанию, по своей воле, не закованным в кандалы, не насильно, не нужно было его теперь, не нужно было сделать никаких из ряда вон выходящих действий для того, чтобы привезти его в Египет. Получается, вот здесь вот Тора скрывает нам, это одно из многих мест, в которых принципы управления, то, как Всевышний управляет миром, раскрыты. Обычно нет. Обычно у нас, как в кукольном театре, стоит ширма, и мы видим, что делают герои. А каким образом дёргаются, кто дёргает этих героев за ниточки, это мы не видим. Кукловоды не видны, ширма стоит. Вот в этой истории ширма снята, Тора нам показывает кухню, как всё происходит. И на основе этого рассказа мы понимаем определённые правила. Правило первое – когда есть какой-то план в истории для того, чтобы его реализовать, Всевышний не отнимает у людей их свободу выбора. То есть, на самом деле, самый простой способ, как реализовать весь этот план, сделать так, чтобы вдруг у Якова появилась бы какая-нибудь идея фикс, что необходимо прийти в Египт, но он собрал бы свои пожитки, и такого нет. И поскольку при нормальном раскладе, при нормальном отношении Якова понимает, что ему совершенно нечего делать в Египте, сам он, конечно, куда не пойдёт. Заставить силовыми методами. Второй вариант. Взять, например, устроить войну и привезти его туда в кандалах. Всевышний тоже не станет делать. Зачем? Это жестоко. Это не нужно. Может быть, в совсем уже крайних случаях возможны и такие варианты тоже, но это уже самый последний вариант. А как же? Ну, как же подтолкнуть? Сначала возникает ссора. Понятно, что не Всевышний организовал эту ссору для того, чтобы привезти его сейфы в Египет. Нет. Но ссора есть, конфликт есть. И вот как теперь? А вот теперь, вот в этих самых условиях, что являлось здесь спусковым крючком для продажи Иосефа в Египет? Мы обратили на это внимание. То, что несмотря на то, что братья постарались от него уйти, отец почему-то вместо того, чтобы действительно сделать, привести к тому, чтобы дистанция охладила их конфликт, отец посылает его вслед за ними. Почему? Спросили мы. А разве он не видит? Разве это… Где же осторожность? Может быть, он не понимает опасности? Да нет, понимает. Не может только быть, чтобы понимать. Да, мы выяснили. Обязательно, Мурыхай. Понимает, но не до конца. Здесь не слепота, но вот здесь вот и происходит вот то самое вмешательство Всевышнего. Когда человек видит картину, но ошибается, не до конца он оценивает. В общем и целом он правильно ее оценит, но не до конца, но не во всех деталях. И не учитывая ее детали, то есть не учитывая тот, какой степени достиг конфликт между братьями, Яков и делает эту самую ошибку, посылая Иосефа прямо в руки своих братьев. Иосеф, он тоже очевидно, как и отец. Пишет Раши, понимает он, что есть опасность? Понимает, конечно, но вряд ли понимает до конца, потому что если бы понимал ее до конца, он не самоубийца, он не камикадзе. И заповедь почитания родителей не требует, безусловно, не требует зажертвовать своей жизнью, он бы тогда отказался. И уж тем более придя в Шхем и поняв, что в общем-то послание отца он выполнил, миссию, которую отец на него возложил, он сделал. Он дошел до Шхем, их здесь нет. Он должен был бы вздохнуть, сказать, слава Богу, пау Хашем, вернуться домой, пап, я все взял, их там нет. Значит, Иосеф тоже находится в определенном тумане. Он видит картину, но не до конца. Вот одно из главных средств, при помощи которых Всевышний, не отнимая у человека свободу воли, влияет на его поступки. А именно, он приводит к тому, что человек не видит картину полностью, не совсем адекватно воспринимает действительность. И тогда на основе этого не совсем адекватного восприятия действительности делает ошибочные решения. Так и выходит, что есть два пласта. То, что делают люди, и то, что люди думают, ради чего они это делают. Если мы сейчас спросим участников всего этого действия, Яков, что он сейчас делает? Посылает своего сына проведать овец. А на самом деле, что происходит? На самом деле, посылает его в Египет. Иосеф, что он сейчас делает? Выполняет повеление отца. А на самом деле, что он делает? Он отправляется в египетское рабство для того, чтобы стать властелином Египта. Итак, он пришел в Шхен и нашел его некий муж, когда он блуждал по полю и спросил его тот человек, чего ты ищешь? И он сказал, я ищу своих братьев, скажи мне, пожалуйста, где они пасут. И тот сказал, а они ушли отсюда, потому что я слышал, что они говорили, давайте пойдем в Дотан. Сказано здесь, нашел его некий муж. Что это за муж? Раши тут же на месте говорит, пришел он в Шхен, это место, предопределенное для бедствий. Там согрешили родоначальники колен этого времени, когда разделилось царство во времена царя Шлемо. Там была изнасилована Дина. И нашел его некий муж. Это ангел Гавриэль. Ибо сказано, муж Гавриэль. Раши, чтобы всем было понятно, это не просто так себе человек, не просто прохожий. Это ангел Гавриэль. Вот здорово. Начинается нечто похожее на сказку. Идет человек, на встречу ему ангелы попадаются. Почему нашел его муж? Почему сразу муж Гавриэль? Ангел? Только потому, что в другом месте написано, муж Гавриэль, поэтому газира, шава, ишь, ишь. Посмотрим слова Рамбада. Это слова золотые, которые просто наизусть надо знать. Когда я говорю золотые слова, я имею в виду сказанные в оригинале, а не в русском переводе. Писание так подробно говорит об этом. То есть, мы видим, что Тора, который очень наконичен во многих других местах, здесь довольно подробно описывает вот эти детали. Как он пришел в шхем, их там не нашел, и кто-то ему встретился, ему спросил, а он ему сказал, а он его говорит. Чтобы мы поняли, все это реально то, что установил Всевышний. А человеческие усилия – ложь. То есть, вот эти два этажа, которые мы здесь видим, человек, в сознании которого происходит, то есть, если человек спросит человека, что ты сейчас делаешь, и что ты хочешь достигнуть, я вот хочу достигнуть какой-то такой цели. Это все, в конечном итоге, в значительной степени мираж. Что реально? А реально то, что происходит на втором этаже, скрытым от глаз, это то, куда Всевышний ведет человека. Реально то, что установил Всевышний. А Всевышний установил, что Юсеф должен попасть в Египет. И это должно произойти в любом случае. А человеческие усилия? Они против установления Всевышнего – ложь. Они ничему не помогут, если Всевышний установил другой. Всевышний подослал ничего не подозревавшему Юсефу проводника, чтобы отдать его в руки братьев. Вот, что имели в виду наши мудрецы, называя этих людей ангелами. То есть, что они имели здесь в виду? Говоря. Не важно, кто тот человек. Имел ли он крылья или не имел он крылья. Звали его Гавриэль или как-нибудь по-другому. Не в этом дело. Но то, что сейчас, ведь в этот самый ответственный момент, что происходит? Всевышний построил план. План, по которому семейство Якова должно перейти в Египет. Как? Через то, что Юсефа, сначала Юсеф туда пойдет, братья его подадут туда в рабство, а потом за ним придет вся семья. Очень здорово. Вот и сейчас, пока все идет хорошо, Юсеф отправляется, он подчиняется отцу. Отец не видит до конца опасности и посылает его. Все здорово. И вот здесь этот план начинает буксовать. Почему? Юсеф приходит в шкем, а братья оттуда ушли. А что ж теперь? Нету их в шкеме. А как быть теперь? Скорее всего, он вернется назад, потому что он же не знает, куда идти. И нет смысла искать. Когда не знаешь, в каком направлении искать, то нет смысла искать. Потому что даже если подумать, наверняка разменешься. Значит, возвращаться. А как же в Египет? И вот в этот самый момент Юсефу совершенно случайно попадается кто-то, который ведет его прямо-прямо-прямо братьям в руки. Кто этот? А неважно, кто говорит. Мудрецы называют его ангелом. Да, конечно. Кто такой ангел? Ангел – это не тот, у кого крылышки есть. Ангел – это тот, кто выполняет волю. Посланник. Слово «малаха», слово «мелаха» – работа, функция. И тот, кто выполняет волю Всевышнего и выполняет возложенную на него функцию. Сейчас воля Всевышнего, чтобы Юсеф попал в руки братьям. И если получается неувязко, что братья ушли с того места, куда пришел Юсеф, необходимо, чтобы кто-то его быстренько-быстренько туда вел. Проводника ему нужно. Вот этот проводник и появляется. Поэтому и мудрецы называют его ангелом. Вот что имели в виду наши мудрецы, называя этих людей. И ангелами не зря рассказывает Тора все это, но чтобы доказать, что замысел Господа лишь он исполнится. И никакие человеческие усилия против него ни к чему не приведут. На уровне фабулы это все понятно. Но есть ли на то хоть какой-нибудь намек в самом стих, в самом тексте? Где я вижу из текста, что это именно так, как представляют нам Раши и Ренбах? На самом деле все на поверхности. Только нужно внимательно еще раз прочитать. «И послал его из долины в Хевронске, и он пришел в Шхем. И нашел его некий муж, когда он блуждал по полю». Вот нам картина. Естественно, Йосеф приходит в Шхем, братьев там нет, он блуждает по полю. Естественно, в этой ситуации, если кто-то мне назначил встречу, я прихожу туда, его нету, что я буду делать? Если кто-то прохожий… Простите, вы не видели здесь такого человека, такой высокий в пальто с портфелью? Не видели? Так, наверное, будет действовать Йосеф. Найдя кого-нибудь, он ищет людей, чтобы их спросить. А вы спросите, вы не знаете, где мои братья? Вы их не видели такие? Ну, не это написано. Если так, должно было бы написано. «И нашел он некоего мужа и спросил его». Ну, не так написано. А как написано? «И нашел его некий муж, когда он блуждал по полю». Некий муж не случайно наткнулся. Он нашел кого? Нашел – это означает, что он его искал. То есть, был здесь некий муж, который ищет Йосефа. Для чего? Для того, чтобы отправить его к братьям. Вот он его нашел. Где он его нашел? Зато, ну, дай по полю, не знаю, где его братья. Нашел? Слава Богу, теперь его можно послать. Так что Тора здесь прямо текстом сама подчеркивает именно так, что этот человек, который не случайно наткнулся на Йосефа, а он его искал. Это Йосеф, наоборот, на него наталкивается совершенно случайно. И спросил тот человек. «Чего ты ищешь? Если этот человек, ангел, то что же, не зная, чего Йосеф ищет?» По идее, должен он знать. Как понимать тогда эти слова? Слова эти – это вопрос более риторический. А именно, ты понимаешь, чего ты ищешь? Что ты думаешь? Ты ищешь своих братьев, а ты знаешь, что ты на самом деле ищешь сейчас срочно билет экспресс в Египет, в египетское рабство, а потом в царство и так далее. Ты понимаешь? Ты знаешь, что ты ищешь. Вот здесь некоторый намек. Йосеф его не расслышал. Да и не может он расслышать этот ангел. И он сказал, я ищу своих братьев. Скажи мне, пожалуйста, где они пасут? И сказал тот человек, а они ушли отсюда. «Потому что я слышал, как они говорят, давайте пойдем в Дутан». Пшат понятен. Он указывает, ну, что такое Дутан. Очевидно, место такое. Мы, правда, снова на карте расстроили мы такое место вроде до сих пор не знаем. Но, может быть, есть такое место. Дутан. Они находятся в районе Шхема. И говорили ему ангелы, что я слышал, они говорят, пойдем в Дутан. Наверное, они туда и пошли. То есть, как я не совсем точно знаю, что они в Дутане. Он не говорит ему, ты иди в Дутан, прямо и налево так, куда идешь до Дутана. А он говорит ему, я думаю, что они там. Почему? Потому что я слышал, они между собой говорили, давайте пойдем в Дутан. Там, наверное, они есть. Тоже несколько странно. Ангел такой не точно знает. Когда спрашивают человека, вы знаете, где улица такая? Я точно не знаю. Я вообще-то не местная. Но, по-моему, это прямо и направо. Так. Вроде бы от ангела мы ждем более точной информации. Почему же он так говорит? Смотрим, Раш. Раша говорит так. Слова ангела, когда Йосеф говорит. Он сказал, я ищу своих братьев, скажи мне, пожалуйста, где они пасут. И сказал тот человек, они ушли отсюда. Раша говорит, ушли отсюда. Это означает, ушли, отстранились от братства. То есть от братских чувств к тебе, и они больше не желают видеть в тебе брата. То есть ангел ему говорит, смотри, ты ищешь, что ты говоришь? Ты знаешь, что ты ищешь? Я знаю, что я ищу. Я братьев свои ищу. Такие же братья. Недавно, недавно тебя, по крайней мере, они тебя уже за брат не считают. Он ему сказал это прямо прямым текстом. Конечно, нет. Очевидно, что нет. Намек. То есть что он сказал ему? Он сказал ему, ушли отсюда. А в этом было заложено и дополнительное. Ушли отсюда. То есть их здесь нет, они в другом месте. Второе. Отсюда. То есть от того, о чем ты говоришь. А братстве, вот от этого они уже давным-давно ушли. Они уже тебя за братами не считают. Это намек. И снова вопрос. Очень, конечно, интересно, где это можно в тексте найти? Где текст показывает, что здесь было дополнительно это значение? Та же не рассказывает нам сказки. Если есть дополнительное значение, такой мидраж, это значит, что в самом тексте есть какая-то шероховатость, которая не позволяет понять его только на уровне Пшата, что они ушли отсюда, из этого места, из схемы и пошли в себе туда-там. А мораль в Гуралье, а мораль – это один из самых главных комментаторов вашей, говорит, что шероховатость вот какая. Иосиф спрашивает ангела, говорит ему, что он ищет братьев. И спрашивает его, скажи мне, пожалуйста, где они пасут? На что самый простой ответ должен был бы быть? В дутане? Или, если вы… Я думаю, что в дутане. А ответ здесь длинный. Ушли отсюда. Потому что я слышал, что они говорили, пойдем идут так. А кто тебя спрашивает, ушли отсюда? Понятно, что ушли. Если они здесь нет, значит, ушли. Зачем ангел говорит еще дополнительные два слова, которые абсолютно здесь не нужны? Они здесь лишние. Когда спрашивают человека… Опять же, я спрашиваю. Простите, пожалуйста, вы не видели вот такого-то человека? То ответ на это… Вы не знаете, где такой человек, точнее? Ответ… Так он спрашивает. Не знаешь ли, где они пасут? Так если я спрашиваю, вы не знаете, где находится такой человек? Ответ – знаю. А он вот в соседнем кабинете там находится. Но если я начинаю говорить долго, а он отсюда ушел. По-моему, он в соседнем кабинете. Я не спрашиваю, ушел он, не ушел. Я спрашиваю, где он, чтобы не рассказывать историю о том, что он отсюда ушел. Поэтому, поскольку эти слова дополнительные, они здесь лишние, говорят Майраин, они-то и толкают здесь мидраж на вложение в эти слова дополнительного смысла, намек. Ты думаешь, что они ушли отсюда, пошли в дата. Но ты думаешь, что они тебе братья. Вот от этого, от братства они давным-давно ушли. Они в тебе уже брата не видят. Поэтому… Стоп. Опять мы перестаем понимать. Юсеф понял этот намек или нет? Если он его понял, то как же он продолжает свой путь к братьям? Это же самоубийство. Значит, не понял. А если не понял, спрашивает урахая, то зачем ангел тогда дает им этот намек? Зачем нужен намек, который никто не понимает? С другой стороны, говорит урахая Макадоша. А если бы понял? А если бы понял, тогда что бы было? Юсеф развернулся бы, естественно, он не камикадзе. Он развернулся бы, ушел домой. А что будет с планом, как его в Египет привезти? Так что же это получается? Что ангел здесь воспрепятствовал бы реализации пламя, которое Всевышний начертал? Ведь такого тоже не может быть. И снова обращаемся к рамбану. Ну, этот рамбан, конечно же. Слова, которые были сказаны ангелам, они двусмысленные. В них есть и прямое, простое значение, и дополнительный намек. И Юсеф его просто этот намек не помнит, не воспринял. Снова мы видим, повторяется то же самое. Это было и по поводу самого первого вопроса. Как же может быть так, что Яков посылает Юсефа в шхем? А что он не видит? Нет, в общем-то видит. Но не до конца. Есть некоторая слепота. И Юсеф сам тоже это не видит. И здесь это повторяется. Ему ангел намек за намеком. Ты чего ты ищешь? Ты знаешь, что ты ищешь. Братьев ты ищешь? Да, они давно ушли от этого. Но этих намеков Юсеф не понимает. И не может понять. Поскольку путь он держит в Египет. И еще один комментарий Раши мы сейчас посмотрим. Пойдем в Дотан. То, что сказал ангел, что я слышал. Пойдем в Дотан. Говорит, Раши, искать законных предлогов, чтобы лишить тебя жизни на том основании. А в прямом смысле это название местности. И стих не лишается своему прямого значения. Раши здесь, как часто во многих местах мы видим, приводят два объяснения этого стиха. Первый. Драш, второй пшат. А пшат Апашут отправились в Дотан. Ну, место такое называется в Дотан. Ну, туда иди. Ну, а если это простой пшат, то что мешает оставить это и так? И решить, что больше здесь вообще ничего нет. Есть. Харамбэн указывает нам, почему нельзя этот стих понять только на уровне пшат. Еще раз зачитаем. И сказал тот человек, они ушли отсюда, потому что я слышал, как они говорили, давайте пойдем в Дотан. Значит, на вопрос, где мои братья пасут, отвечает ангел. Ну, я слышал, они ушли отсюда, я слышал, что они говорили, пойдем в Дотан. Значит, отсюда, наверное, мы делаем вывод, что, наверное, идти надо в Дотан. Ему же задали вопрос, а почему он не дает конкретного указания? Он же ангел. То есть он говорит, как человек, который точно не знает. Понимаете, я точно не знаю, где это, где они. Я так думаю, что они в Дотане. А почему я думаю? Наверное, потому что я так слышал, что они между собой говорили, пойдем в Дотан. Но там они, наверное, идти. Странно для ангела. А уж тем более, если этот ангел был послан к Йосефу. Он нашел его. То есть вся его миссия, вся его роль этого ангела, именно для того, чтобы привести Йосефа к его братьям, чтобы в конечном итоге доставить его в Египет. Так что он ему дает такие размытые фразы. Я слышал, они говорят, сказал бы просто, а они в Дотане, туда и приди. Поэтому наши мудрецы говорят, есть здесь дополнительная информация. Какая? Это снова намек Йосефу. Намек, который противоположен простому Пшату. Пшат, именно, они находятся в Дотане, туда и иди. Там они тебя исцапывают. А, Драш, не ходи туда. Это опасно. Почему? Драш понимает слово Дотан от слова Дат. Дат означает закон. То есть они пошли, куда они пошли, искать законный предлог для того, чтобы от тебя избавиться. Избавить тебя с рук. То есть ангел говорит, что конфликт зашел уже настолько глубоко, что братья решили, что им вместе в одной семье места нет. Одно из двух. Либо они должны уйти. Это сейчас не получается. За ними по пятам, вслед за ними. Значит, нужно избавиться от них. Только что, люди честные, они ищут законные предлоги. Имею в виду формально законные. А по-настоящему есть ли законные основания на основе законов справедливости для того, чтобы действительно ради спасения семьи избавиться от Йосефа. А нациф говорит, что есть еще один намек в стихе, который наталкивает нас на вот эту дополнительную информацию. А именно, стих на самом деле очень негладкий. Что говорит ангел? И сказал тот человек, они ушли отсюда, потому что я слышал, как они говорили, давайте пойдем в Дутан. Что значит потому что? Они ушли отсюда, потому что я слышал. Они не ушли, потому что ты слышал. Почему же тогда потому что? Нужно было бы сказать так. Они ушли отсюда, а я слышал, что они между собой говорили, пойдем в Дутан. Значит, наверное, они там. Поэтому Понимать это нужно иначе Именно так как приводит Раш Они ушли отсюда Потому Потому что они отправились Искать законную основу Законные основания Для того чтобы От тебя избавиться И снова Иосиф и этого намека Не слышит Читаем дальше И пошел Иосиф за своими братьями И нашел их в Дутане И увидели они его Издали И прежде чем он приблизился к ним Они замыслили против него Убить его Вполне естественный вопрос Как же так Ну все понятно Зависть Ненависть Были там основания Братья считали Иосиф Клевещет Старается их клеветать Подрывает Мир в семье Но Убить Безусловно Жречь не идет О Банде Ковбоев С Дикого запада Которые готовы Убить человека Из-за конфликта Из-за Из-за зависти Или из-за Из-за цветной рубашки Поэтому Мы должны Здесь Постараться Если не Оправдать Поступок Пратьев То хотя бы Понять И для этого Вспомним Все Как оно было С самого начала Началось Все Как мы сказали С Зависти Затем Это переходит В ненависть Затем Начинаются Сны И мы уже Видели Обращали внимание Комментаторы Что братья Возненавидели Юсефа За его сны Естественный вопрос Как можно Ненавидеть за сны Сны же человек Не заказывает себе Как кино Ответ был Да Безусловно Есть здесь Есть за что Ненавидеть Ибо Сны Это результат Тех самых Потаенных мыслей Которые Человек Может быть Он сам себе Не признается Но они Его посещают То есть Во всех этих снах Было видно Одну Юсеф Стремится К господству Он хочет Завладеть семьей Он хочет Властвовать Он мечтает Об этом Ему Об этом Снятся Сны Он видит Как все Поклоняются Ему Он мечтает Превратиться Во властелина И безусловно Когда еще К этому Прибавляется Кто этот человек Кто пытается Не только в том Потому что он Самый младший Из братьев Да не в этом Дело Но он же Он же Интриган Он же человек Который Клевещет Который Обвиняет В грехах В преступлениях Чуть ли не против Человечества И если Такой Интриган Попытается Возглавить Семью И попытается Прийти К власти То Для Семейства Это катастрофа А ведь Это не просто Семейство Это семейство Якова Из которого Должен Построиться Еврейский Народ Это катастрофа Для всего Будущего Еврейского Народа Весь Все Здесь Поставлено На карту Братья Постарались Они понимали Что дело Плохо И все-таки Они хотели Избежать конфликта Как Уйти Подальше 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 И что Что они сейчас Видят Они ушли За 80 километров И вот он идет За ними Для чего Если бы они Знали Что Иосиф Идет сюда Потому что Отец его послал Для того Чтобы проведать И узнать Как уметь И так далее Ничего бы не было Но братья Об этом Не знают Они видят Только факт Что тот самый Жуткий интриган Он преследует Их Для чего Он сюда Приходит Для чего Он идет Может быть Он приходит Сюда Для того Чтобы собрать Против них Дополнительный Компромат И снова Их постараться Еще больше Очерединить В глазах Как отца А может быть У него Еще какие-то Другие Еще более Далеко Идущие Цели Понятно Что Что может Привести Сюда Этого Человека Который Как они Считают Их Сам Терпеть Не может Который Сам Против В них Интригует Четкое Жесткое Правило Если кто-то Собирается Повредить Тебя Если кто-то Хочет Поднять Эти Руки Кто-то Замысляет На том Чтобы Убить Тебя То ты Не должен Ждать Ты Не должен Подставлять Ему Вторую Щеку А нужно Убредить Сделать Убреждающий Удар Для того Чтобы Тебе Не был Нанесен Вред Это То Что Думают Здесь Братья И это То Что Говорят Раши Что Они Ищут Что Отправились Как говорит Ангел Искать Законные Основания Для того Чтобы Избавиться От Юсефа Они Проверяются Еще раз Верен В них Весь Расчет Действительно Ли Это Так Они Стали Проверять Этот вопрос Еще До того Как Он Появился Но Когда Он Появился И Когда Они Видят Что Он Его Преследует То Отныне У них Больше Сомнений Нет Это Преследователь И От Здесь На Этой Ноте Мы Остановимся А Уже Дальнейшие Детали Почти Детективные Детали Продажи Юсефа Мы Рассмотрим На Следующем Уроке С Божьей Помощью Рассмотрим